Всем привет! У нас с вами такое быстрое включение. Я решила, что хочу с вами записать макияж. Я сейчас собираюсь на съемку такую новогоднюю для бренда одежды. Мне нужно сделать какой-нибудь такой праздничный макияж, но в то же время, чтобы он подходил к каждому наряду, который мне будут давать. У меня небольшой месси сзади, но я надеюсь, что это вас не будет раздражать. Я уже сделала брови, пока разговаривала с Аленой, и я увлажняю кожу бустером от Килл... О, господи, бустером от Клиник. Сейчас выглянуло солнышко, и я очень хотела записать видео вместе с солнышком. Я решила сегодня крутить кудри на Дайсон, хотя в последнее время делала их на Чужок. Итак, я беру тон Бака Шака Вивьен Сапо. Обожаю этот тон. Даже нанесу его сегодня пальчиками. Так будет быстрее. У меня есть 20 минут на то, чтобы собраться. Я что-то пока в душе делала пилинг головы. Как-то время слишком растянуло пребывание там, и у меня в итоге осталось мало времени на мейк. Но это как раз упрощает задачу. Сегодня как раз будем делать такой праздничный макияж, который вы сможете сделать за 20 минут до Нового Года, например. Очень нравится этот тон наносить пальчиками, не только кисточкой, потому что он классно распределяется. Аж пыль полетела. Капец, это было очень сейчас больно. Возьму еще тона и нанесу его детально на лицо. Где-то просто, чтобы уплотнить кожу. Но он очень классно выравнивает тон и подсвечивает кожу. Капец, я так сильно ударилась, это ужас. У меня прям нога теперь зудит. Возьмем немножко консилера, подсвечивающего от Artvisage. Он очень классно высветляет кожу. Он у меня уже совсем не в парадном виде. И я просто кисточкой вбиваю, чтобы быстрее процесс пошел у меня. У меня здесь батарея, и мне сейчас так жарко. Вы просто не представляете, окно не хочу открывать, потому что боюсь, что меня просто-напросто продует. Кожа выровнялась, такая сразу свеженькая стала я. Теперь я придам скульптуру лицу с помощью скульптора от бренда Chic. Это 0,2 оттенок. По времени я укладываюсь идеально. Я его наношу выше скул, потому что я знаю, что потом я его растушую легко. Но таким образом я... Ну, уже сейчас видно, какая крутая скульптура. У меня прям лицо визуально становится уже. Тон я растушевывала кисточкой от Clorans, которая для тона. А эта кисточка считается как для румян. Но я ей и тон, и скульптор тоже наношу. Очень классно, например, наносить тон ей, потом скульптор, потом румяна. Потому что какая-то вот сразу однородная картинка получается. Скульптурирую лоб. Посмотрите, какая хорошая конфеточка получается. Так, румяна у меня я возьму от Artvisage тоже. И возьму два оттенка, 0,4 и 0,2. Такие они пирожочки красивые. Я их тоже нанесу. Я прям пихаю кисточку туда, потому что мало времени. Может быть, кому-то покажется более яркий румянец. И это вообще ваше право не делать такой интенсивный румянец на лице. Но мне он идёт. Поэтому я его люблю делать. И вот эти румяна, они очень классно тушуются, подсвечивая кожу. Но я их хочу всё-таки зафиксировать. Потому что так они будут более стойко держаться. У меня сегодня с собой только единственный румяна. Они более персиковые, конечно. Я смешала очень много оттенков. Но он тоже классно будет закреплять и подсвечивать. Это у меня румяна от Benefit. Кстати, очень классный универсальный персиковый оттенок. Всем будет подходить, абсолютно. И расход у них просто потрясающий. Очень надолго хватает. Немножко нанесу на подвижное веко. Создам такую базу. Я очень румяная, конечно. И хочу добавить немножко бронзера, чтобы я была не бледненькой. Таким образом немножко зафиксирую скульптуру лица. Это бронзер от Tarte. Я его откопала у себя. Он очень мне нравится. Как выяснилось, оттенок очень классный. И вот мне нравится, кстати, очень кисточка. Это то, что я ей скульптурирую глаза. Затемняю переносицу. Так как у меня далеко посаженные глаза, их нужно... Давайте его чуть-чуть сдвину. Мне нужно глаза всегда сближать. Если у вас также далеко посаженные глаза, то их нужно приближать друг к другу. Так будет более симметричнее. Так будет прикольнее смотреться. Вы сами увидите этот эффект. Так же прикольные стрелки, например, к носу выводить. Если у вас близко посаженные глаза, вам наоборот. Нужно высветлять пространство у глаз. Ну, подбородочек на нос нанесу. И стала персиком. Немножко зафиксирую зону под глазами. Чуть-чуть. Это пудра от Essence. Банана Паудер. Ей... Блин, господи, солнце. И идет блестящий красивый снег. Боже. Как будто глиттер просто сыпется. В общем, это пудра. Банана Паудер. Brighten Up. Я беру такую кисточку от Real Techniques. Набираю пудру. И закрепляю зону под глазами. То есть я консилер закрепляю и параллельно высветляю. То есть мы делаем бэкинг. Но он более щадящий. И если у нас, например, сейчас будут тени осыпаться. Ну, наверное, у меня они не будут осыпаться. Я буду использовать такие кремовые текстуры. Но если у вас потом, вы думаете, что будут тени осыпаться. Если у вас есть такие тени, вы их любите. Но у тебя бывает такое. Вы можете как раз закрепить консилер под глазами. Чтобы потом, если тени посыпятся, вы сможете кисточкой легко убрать. Потому что у вас есть слой пудры под глазами. Ну, слой это громко сказано. Не надо борщить. Потому что жесткий бэкинг, он для специальных мероприятий. А я все-таки сейчас буду... Конечно, это съемка. Кожа должна быть заматирована хорошо. Но в то же время нужно делать это очень деликатно. Так, время 41 минута. 9 минут. Пошли, погнали, работаем. Теперь я буду делать глаза. У меня новый продукт. О нем я рассказала у себя в инстаграме. Это Liquid Eyeshadow. В 0,2 оттенке от бренда Наташи Ши. Я возьму пушистую кисточку для растушевки. Такую вот от Заива. Даже праймер не буду наносить на глаза. Потому что... Сейчас я вас приближу немножко к себе. Праймер не наношу. Потому что это кремовые тени. Они достаточно стойкие. Оттенок подойдет абсолютно всем. Это такой бронзово-серо-розовый оттенок. Почему кисточкой наношу? Потому что я вчера пробовала пальчиком. И много зачем-то теней быстро положила. И это было сложно растушевать. Потому что тени достаточно быстро фиксируются. Не как Armani тен. Наношу и быстро растушевываю. Фиксируется, правда, очень быстро. Я этого не ожидала от них. Второй глаз быстренько нанесу. Мы их будем использовать как такую подсвечивающую базу. Под макияж глаз. Нанесем на нижний век этот же оттенок. Похож очень оттенок на Armani. Но не текстурой. Думаю, поэтому они немного разные в цене, конечно же. Я вот просто растушевываю на все подвижное веко. И чуть-чуть растушевкой увожу тень. Я хочу взять скульпт. От NYX. Подрастушую страницы. Было более аккуратненько. Немножко, опять же, переносицу затемню. Таким образом я свои глаза увеличивала за счет таких достаточно холодных оттенков. Получилось прям, мне кажется, достаточно неплохо. Возьму подводку от Artvisage. У меня сегодня просто Artvisage это звезда нашей платформы. Возьму вот такую кисточку. Кстати, очень приятная подводка. Я сделала прям такую легкую, деликатную стрелочку. Обязательно закрывайте подводку, потому что нам не нужно никаких неприятностей. Можно поставить, кстати, локоть. Я просто выделю вдоль роста ресниц линию. Я прям рисую, как вы видите, стрелку. Не закрываю глаз, а с открытым глазом, чтобы я видела, устраивает ли мне толщина. Слишком толстый не хочу делать, потому что это утяжелит глаз. А хочется, чтобы, когда я сейчас накрашу ресницы, они были прям пушистые-пушистые. И я прям сейчас легенькую такую стрелочку сделаю. Вот. Идеально. Давайте накрасим глаза тушью. А нет, стоп! Хочу еще взять блестки от Shiseido. Пользовалась я на канале. Очень классные блестки. И для глаз, и для губ можно использовать, и на лицо. Чтобы просто, знаете, у нас была такая атмосфера праздника. Все-таки еще больше блестки, чтобы, да, красиво смотрелись на глазах. И тушил. Вот Наташа Шик. На сегодня звезды вечеринки. Это продукты Наташи Шик. И Artvisage. Мне уже пишут, спрашивают, когда я приеду. Давайте нанесем хайлайтер от Dior. Уже до дыр, можно сказать, я его использовала. Два оттенка смешиваю. И на галочку на губой. Зафиксировать мне нужно брови. Это гель для бровей от Maybelline. Он заполняет волоски. И давайте последний штрих. Я накрашу губы. Возьму Maybelline Lip Crayon. Сделаю контур. Сверху я нанесу помаду от Romano Tint. Он достаточно розовенький. Просто, чтобы губы были нежные. И немножко сияющие с розовинкой. Ну что, вот такой вот макияж у меня получился. Давайте я вас поближе поднесу. Очень легкий на самом деле. Я почти здесь ничего сложного не тушевала. Только делала, скажем так, себе скулы. Но смотрите, как красиво сияет кожа. Глаза получились очень выразительными. И, впрочем, вам не нужно никаких специальных скиллов, чтобы повторить этот макияж. Потому что я использовала очень много кремовых оттенков. С ними, как правило, легче работать. Я побежала на съемку. Спасибо большое, что были со мной в этом видео. Get ready with me. Не забывайте подписываться на мои социальные сети. Василиса Миллениум и Makeup by Василиса. Также поставить лайк этому видео. Подписаться на канал. Мне будет очень приятно. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. Я побежала. Субтитры сделал DimaTorzok